Я родилась в полухристианской семье, седьмая, верующая мама. Вся мамина вера, все ее понимание Бога выместилось на меня больше всего. Это время было непростое, время гонения, время таких репрессий, и поэтому запрещалось детям вообще быть в церкви. И вот когда уже ослабла эта сила, ослабилась, то мама всю свою веру, все свое понимание, как воспитывать детей, она уже как бы пришлась на меня. И я ходила в церковь, я училась молиться, я читала Библию, я любила читать Библию, скажу так. Все это, конечно, приводило к пониманию Бога, но чтобы так близко чувствовать Его в своем сердце, в своей жизни, это было далеко. Я Его не переживала, я Его не чувствовала. Я только понимала разумом, что есть великий Бог. Мама много историй рассказывала, это были захватывающие истории, библейские истории, живые истории жизни людей верующих. И они приводили меня к одной мысли, что страшно без Бога жить, и вдруг Бог придет, вдруг Христос придет, а я останусь. Вот этот страх у меня выработался с детства, рассказами мамы, ее историями разными. И такая вера была, так строились отношения. Мне 15 лет, меня сестра увозит в Ленинград на то время. Жизнь началась своя, уже под моей ответственностью. Я почувствовала, как мама ослабила свою ответственность в моей жизни. И я не всегда тянула этот мир. Под запретами мамы я, конечно, хранима была. Но этот мир всегда меня влек. У меня такое было чувство, что я что-то упускаю в этом мире, что-то мне не додают. И мне там что-то ждет, и мне надо оттуда вернуться и что-то оттуда взять. Это такое чувство, вот не знаешь, откуда оно берется. И когда я осталась одна, потихонечку я еще ходила в церковь. Я нашла здесь церковь. Я как по правилам, по своим привычкам, по учению мамы и какому-то своему уже убеждению уже что-то было. Вы знаете, это мне напоминает вот это слово из Библии. Я их соблюдал во имя Господне. Иисус говорит про своих учеников. И вот она меня соблюдала, как могла, во имя Господне. Учила, наставляла. И когда я осталась одна, конечно же, я как подросток, мне было 15-16 лет, одна в большом городе, в мегаполисе, мне надо было сделать выбор. Сначала была церковь, сначала хождение, но потом мне что-то не сладилось. Я очень хотела, чтобы Господь меня крестил Духом Святым. Ничего мне получилось, и я рванула во все тяжкие, можно так сказать. Раз здесь ничего не получается, значит, надо взять от мира все, что Он дает. И это был такой вот отход. Училась, жила во студенческом общежитии, общалась с подругами, друзьями, молодые люди, дискотеки, начала курить. Ну, не сильно тяжко, но все такое пошло, как в молодежи обычно идет. Выхожу замуж, и перед тем, как выйти замуж, однажды, сидя вот так на диване, на диване, на кровати, читала книгу, перед самой где-то свадьбой уже от двери я услышала голос. «Оставь этот мир», вот эти три слова. «Оставь этот мир». Ни образа, ничего я не видела, просто услышала голос. Я так выровнялась, напряглась, и понимаю, что надо дать ответ. Я подумала, подумала, думаю, я так люблю Саню, я так люблю его, он мне так нравится. Говорю, нет, никогда. Такая дерзость проявилась своя. И начались проблемы то в больнице, то в то. Перед самой свадьбой я два раза попала в больницу с какими-то воспалениями, с какими-то болячками. В общем-то, все равно я выхожу замуж, и попадает мой муж в какую-то драку. Причем она такая, вот знаете, ну несущественная, совсем несущественная. Но ему почему-то он меняет это в наказание. Даже те, кто его простили, ничего не помогает. Его сажают в тюрьму на полтора года. Фараон, у каждого есть свой фараон в своей жизни. Это рабское мышление, отягощенное, загруженная твоя жизнь. Вот этими фараоновскими делами, кирпичами, соломой. Это для того, чтобы тебе совсем надоело так жить. И ты скинул это время в своей жизни, и ты захотел чего-то другого. Я в это время еду к маме с маленькой уже своей дочерью, пять месяцев. И в первое же служение, как только я попадаю на вечернее богослужение, мама говорит, почти пойдем на служение. Я говорю, ой, не хочу никуда идти. Ну, ладно, на тебе платочек. Да не надо мне платочек, я никогда не плачу. Я заявила ей авторитетно. Но только зашла на это служение, Бог меня там уже реально ждал. А скажу еще, вернусь немножко назад, что когда жизнь моя семейная началась, я так хлебнула от нее, так хлебнула, что 20 лет я уже нажилась. Мне уже ничего не надо было. И мне пришла такая мысль, надо бы крещение принять. Ведь я все это знала. Ведь Бог же есть. Надо бы крещение принять. Совсем страшно стало жить. Пьянки, гулянки, дети, ребенок маленький, все ужасно. Картина просто. Никакой радости, никакой уже любви, ничего. И вот когда я подумала, я говорю, мам, ну, написала, позвонила, говорю, крещение бы мне принять как-то. Ну, и когда вот приехала уже в Украину, в гости, в родительский дом, она говорит, пошли на служение. И вот состоялся этот разговор. Я говорю, да я никогда не плачу, не надо мне платочек. Но это мы так решаем. Но Бог, Он меня все решает, если Он ведет, то Он ведет. Он так коснулся моего сердца. И я не знаю, что это было. Разуму это было непонятно, что происходит. Но сердце мое плавилось. Я плакала и плакала и плакала. Два часа шло служение, два часа я рыдала. Никто меня не трогал, никто меня в молитве покаяния не вел. Никто не знал даже, как это делать. Понимаете? Все было так. Прошло и прошло служение. Я пришла домой. И я почувствовала вот любовь к Богу. У меня всегда было противление к маме. Она что-то говорит мне сделать, я всегда, да я знаю сама. Ничего мне не надо. А здесь любовь к Богу, к Иисусу как-то вот. Такая вот любовь, какие-то чувства такие наполнили мир. И любовь к маме по-другому. Я ее принимаю. Меня она не раздражает. Вот это удивительное чувство, я стала переживать. Это было рождение Свеши, конечно же. Это моя была такая встреча, вот такая с Богом, живая уже. После тех всех пережитых знаний. И знаете, ровно через месяц мы поехали на одно вечернее, ночное служение, потому что тогда еще очень прессовали церковь, и крещение водное принималось ночью, тайно. И я поехала туда, потому что там молились за крещение Духом Святым тоже. Я когда туда попала, я тоже начала рыдать и рыдать. Это рыдание, слезы с меня потоками шли тогда. Ко мне подошел один пастор и говорит, слушай, а, нет, такая женщина, служитель пророчествующая, говорит, ты не плачь, ты проси. И слезы как высохли, я бы хотела поплакать, а слез нет. Удивительное, такое слово работающее. Я стала молиться и просить о крещении Духом Святым. Крещение водным мне не допустили пастора, говорит, вот так вот тебе, с мира прямо вот тебе крещение давай. Ну вот так вот понималось, пусть год пройдет, покажи, как ты вообще стоишь в вере, как ты вообще идешь за Богом, а потом мы тебе, как бы, допустим, крещение водным. Но у Бога были и свои планы. В ту ночь, необыкновенная была ночь, я, конечно, устала, уже ничего не хотела, никакого крещения уже мне не хотела, просто устала. В это время я слышу голос, еще, еще немножечко, и получишь. Я подняла руки, увидела видение, как стоит Христос, переливает какой-то сосуд, из сосуды течет такой елей, и я начинаю говорить на языках, и это было непростое крещение, это было помазание на служение, это было непростые молитвенные языки, это какая-то сила огромная сошла на меня. Я молилась почти не останавливаясь. Вот я ехала утром, ну, домой возвращалась, я всю дорогу молилась, и когда я приехала к дочери, первые слова мои были к ребенку пятимесячному, «Дорогая моя, дорогулечка», я очень изменилась под этим потоком благодати, крещения Духом Святым. Я стала любить очень сильно читать Библию, мне не надо было заставлять, мне хотелось, это было мое пробуждение, это был вот час икс, и мне все время хотелось молиться. Любую минуту, я только выкраивала, я или на колени, или как-то, и мне вот этот вот восторг, его не было предела. Мне не надо было бороться с плохими словами, их просто не было. Это как-то вот что-то происходило необыкновенное, и очищающее, и наполняющее, и очищающее, и наполняющее. И так, вот, я прошла полтора года, мужу там, он там что-то накосячил, ему добавили год, и опять я вижу, как Бог меня защитил, для того, чтобы укрепиться меня в вере, как-то утвердиться, укрепиться в его любви, вере. потому что когда он вернулся через два с половиной года, начались такие искушения, что без тех лет я бы их просто не выдержала. Вот так началось мое формирование, как служителя уже. Встреча с Богом, крещение Духом Святым, активизировало всякое семя. Я стала цитировать Библию наизусть, мне сестра спрашивает, ты когда успела выучить? Я говорю, слушай, ничего такого не было, как-то вот получается само. Потом я уже поняла, что то, что мы читаем, друзья, то, что мы даем этому времени, закладываем себя, никуда не пропадет. Главное положить туда, главное опустить это слово туда, главное, чтобы оно там было. А Дух Святой, Он достанет в нужное время и даст тебе это откровение. Жизнь, в принципе, наполнена славой Божьей. Если так, Бог по-другому служителей мне готовит. Я заметила по биографиям других служителей, которые, где Бог хочет работать и действовать через человека, Он проводит через какие-то ситуации, где много являет чудес, где у тебя ничего нету, но ты всем обладаешь. Понимаете, есть такое слово, где ты, у меня ресурсов и сил не было, чтобы побеждать те вещи, которые я столкнулась. Он освободился от блуда, он освободился от алкоголя, он от осквернословия ушел очень сильно. Это верующий женой освещается, муж не верующий. Но это же надо было пройти, вот это надо было победить себе. Ведь когда ты нелюбимый, он не умеет любить себя даже. И ты чувствуешь себя нелюбимой женщиной. Это еще одна жертва такая, знаете. Но как Бог сказал мне, на подвиг души будешь смотреть с удовольствием. Я сейчас реально много вижу плодов в своей жизни и в служении, и в доме. И вообще еще больше увидим. Кто находится в непростой ситуации, искать водительство Духа Святого, искать Божьего водительства, чтобы Бог говорит, если мужчина убивает детей, женщину, насильно, вот это домашнее насилие, я считаю, что здесь надо решать ситуацию радикально. Здесь даже будет преступлением оставаться в этой ситуации. Но если Бог ведет тебя в ситуации и говорит, я буду с тобой, и Он хочет что-то явить в свою славу в твоей жизни на этих непростых ситуациях, то ни о чем не пожалеете. Не будет. То есть идите этим путем, не бойтесь сложности, не бойтесь трудностей, вывозов, ну этих вызовов, вот этих жутких, можно даже сказать. Не бойтесь. Там вырабатывается вера, там вырабатывается стойкость, и там много-много Бога. Просто реально много Бога. Иначе не обогатиться. Все хорошо, все хорошо, тебе и Бог-то не нужен. Но в этих сложностях рождается просто великое слава Божье. Вот так я вижу в своей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова